В сфере энергетики в последнее время часто происходят изменения, и все из них воспринимаются обществом однозначно. Нововведения, направленные на улучшение работы с клиентами, нередко остаются незамеченными и еще чаще непонятыми. С недавних пор нефтеканцы начали получать СМС-рассылку на мобильные телефоны. СМС-сообщение на сотовые телефоны граждан-потребители мы направляем, эти услуги мы оплачиваем сами. Мы направляем эту услугу тем гражданам-потребителям, где имеет факты. Хотя еще раз должен отметить, что в основном подавляющее большинство наших потребителей регулярно и достаточно регулярно и вовремя оплачивают потребление электроэнергией. В ноябре, в декабре проводили мониторинг лицевых счетов граждан-потребителей там, где имеется некоторая задолженность. И мы направили около трех тысяч СМС-сообщений в целом по нашему отделению. И мы получили оплату. Практически 75% абонентов, которые получили такое сообщение, провели оплату потребленной электрической энергии. Сбыт электричества в Нефтекамске находится в ведении Нефтекамского отделения энергетическая сбытовая компания Башкортостана. Нефтекамск – лишь одна из территорий, где компания продает электроэнергию. В зоне обслуживания находится вся западная часть республики. Нефтекамское межрайонное отделение энергетической сбытовой компании города Республики Башкортостан занимается реализацией электрической энергии по восьми административным районам и трем городам республики. Это начиная с Аскинского-Карадельского района до границы Дюртюринского района на северо-западе, плюс три города, естественно, Нефтекамск и Наула-Гидель. Появление каких-либо новинок нередко воспринимается в штыки еще и потому, что потребитель уверен, любое внедрение выполняется за его счет и из его кармана. Но эта услуга компании на тарифы электроэнергии не повлияла, потому что их разработкой занимается Государственный комендант республики по тарифам. Олег Манваров, Дмитрий Кузнецов, информационная программа «Время новостей».